В 15-й беседе на послание к евреям, в частности, говорит о развлечении наград в Царстве Небесном. Представим, что какой-нибудь человек, совершивший множество грехов, отходит и перед кончиной, сподобившись крещения, хотя это бывает нечасто, и как, скажи мне, он отойдет туда? Он не будет осужден за дела свои, но не будет иметь дерзновения и справедливо. Ибо если он, проживши сто лет, не сделал ни одного доброго дела, но только то, что не грешил, или даже и не это, но только то, что спасся одной благодатью, а других увидит увенчанными, прославленными и превознесенными, то, скажи мне, может ли он не унывать, хотя и не впадет в гиенну? Объясню это примером. Представим двух воинов. Пусть один из них ворует, обижает, захватывает чужое, а другой воин пусть не делает ничего такого, но ведет себя хорошо, оказывает много доблестей, на войне одерживает победы, обогряя руку своей кровью. После, с течением времени, пусть он из того звания, в каком был вместе с вором, будет возведен на царский престол и обличется в порфиру, а вор пусть останется там же, где и был. Но только, по милости царской, будет свободен от наказания за свои проступки, поставлен на последнем месте и подчинен власти царя. Не будет ли этот последний, скажи мне, чувствовать скорби, видя, что бывший равным ему достиг самой высоты почестей, прославился и управляет вселенную, а он остается в низком состоянии, и само избавление от наказания получил не с честью, но по одной милости и человеколюбию царя. Царь простил его и освободил от осуждения, но он сам со стыдом будет вести жизнь, и другие не будут удивляться ему, потому что при таких милостях мы удивляемся не получившим дары, но подающим их. И чем выше эти дары, тем стыднее получающим их, если они были виновны в великих грехах. Какими глазами будет он смотреть на тех, которые находятся в царских чертогах, показывают множество своих ран и подвигов, тогда как он сам не имеет показать ничего. Но и само избавление получил единственное по человеколюбию Божию. Как если бы какой-нибудь человекоубийца, вор или прелюбодей, ведомый на казнь, был освобожден от нее по чьей-нибудь просьбе и получил приказание явиться в преддверии царских чертогов, то он не в состоянии был бы смотреть ни на кого, хотя и освобожден от наказания. Так точно и этот. Впрочем, когда говорится о царстве, не подумай, что все удостоятся одного и того же. Ибо если здесь, в царских чертогах, бывают и префекты, и окружающие царя, и еще низшие сановники, и занимающие место так называемых и декурионов, хотя великое различие между префектами им, то тем более будет так и в горних царских обителях. Говорю это не от себя, но апостол полагает, там еще и большее различие. Как отличается, говорит он, солнце от луны и звезд и малейшее из звезд, такое будет различие и в царстве небесном. А для всякого очевидно, что различие между солнцем и малейшую звездой гораздо большее, нежели между так называемыми декурионными префектами. Солнце вдруг освещает всю вселенную и делает ее видимой, закрывает луну и звезды, а звезды часто бывают невидимы, даже и во мраке. Есть много звезд, которых мы не видим. Итак, когда мы увидим других, сделавшихся солнцами, а сами займем место малейших звезд, которые даже невидимы, то какое нам будет утешение? Нет, увещеваю вас. Не будем так беспечны, не будем так ленивы, не станем небрежно принимать от Бога спасение, но будем делать из него куплю и умножать его. Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Спасибо.